Розыгрыш симбирского кубка «Динамо» в этом году имеет статус международного соревнования. Бороться за трофей приехали 8 команд, в том числе не в Чи из города Баку. В течение трёх дней на стадионе труд будет разыгран главный приз. Турнир посвящён легендарному вратарю Льву Яшину. Символично, что участники юношей 10-11 лет, именно того возраста, в котором в годы Великой Отечественной войны, будущий спортсмен работал в нашем городе, помогал взрослым разгружать вагоны. Формат подразумевает 7 плюс 1, то есть это такой формат, удобный для проведения, что одновременно на поле играют 4 команды, соответственно, всем за эти 3 дня удастся наиграться. Кроме этого, для гостей программа есть и посещение культурной программы. На половинках поля разыгралась нешуточная борьба между командами. Каждый коллектив старался показать свои лучшие качества. Это касается и столичных ребят, которые младше своих оппонентов на целый год. Свою лепту внесла и погода. Матч под жарким солнцем дался тяжело, особенно полевым игрокам. Плюс такие условия требуют большой концентрации, признаются ребята. Однако со всеми трудностями Димитровградский «Атом» справился, обыграв соперников со счётом 4-1. У меня упорные тренировки идут и у себя дома, и у себя в академии. Постоянно упорно тренируюсь. У меня мечта стать футболистом, попасть в профессиональную футбольную команду. Тренируются ребята по несколько раз в день. У многих любовь к футболу зародилась на обычном дворовом поле. Сейчас же для молодёжи создаются комфортные условия. Современные стадионы с искусственным покрытием, которые способствуют сцеплению с обувью игрока. Ну вот даже, мне кажется, вы сейчас видите, что здесь происходит, с каким желанием, с каким задором. То есть ребята показывают прекрасный, мне кажется, самоотверженный футбол. Они делают это, мне кажется, с прекрасным удовольствием. Никто здесь там из-под палки не пришёл. Поэтому, мне кажется, дело живёт. Футбол в Ульянской области, да и в России в целом, как бы существует. И я думаю, у него есть хорошее будущее. Первыми прошли игры групповой стадии. Турнир продолжится с таковыми матчами. Победителей и призёров объявят в День защиты детей 1 июня. Это будет большой футбольный праздник под эгидой Академии «Динамо». Александра Никитина и Геннадий Бухтояров. Уллправда. ТВ.